Здравствуйте, уважаемые жители и гости Белгорода. Меня зовут Елена Михайловна Гоплевская. Я старший научный сотрудник фотогалереи имени Собровина, и мы вас приглашаем пройтись сегодня по Белгороду в рамках экскурсии «Легенды ведут за собой». Первой точкой открытия нашей экскурсии станет Стелла, Орден Отечественной войны, которым был награжден город Белгород в 80-м году. Но сама история Парка Победы гораздо раньше началась. Вообще, почему называется Парк Победы? Поскольку само местонахождение парка обусловлено улицей Победы, так и решили его назвать Парк Победы, поскольку рядом находилась улица одноименная. В 1967 году был заложен первый объект этого парка – Стелла, которая раньше называлась Отечественная война. Она представляла собой немного иначе то, что сейчас мы видим. Эта Стелла была просто большим квадратом, который вы видите в центре, а все остальное было добавлено уже в 1980 году. Почему решили эту Стеллу модернизировать? Поскольку само полотно было установлено ранее, являлось собой символ просто Отечественной войны и борьбы. А когда в 1980 году город получил уже этот символичный знак Ордена Отечественной войны первой степени, то Стелла была доработана. Были надстроены два больших треугольника и символичный штык от винтовки, который и стал большим комплексом. Так, более раннее полотно стало вписанным в огромный комплекс и до сих пор украшает Парк Победы. В 1980-х годах продолжается формирование инфраструктуры парка и появляется новый объект. Это фонтан, который называется Непобедимый. Но в 80-е годы он выглядел немного иначе. Его бассейн представлял собой большой прямоугольник, а внутри лежали плиты, которые были покрашены цвета Георгиевской ленты. И так и назывался этот фонтан Георгиевская лента. На старых снимках до сих пор можно увидеть, как он выглядел. А сейчас уже реконструированный фонтан представляет собой два больших круглых бассейна. И в одном из которых находится символ Белгорода – белый красивый лев, не подверженный воздействию воды. Во втором бассейне находится раковина, в которой раньше лежала большая красивая жемчужина из гранита. Но сейчас не менее красивый поток блещет в лучах солнца и встречает этот фонтан своих посетителей красивыми брызгами современной технологии. Ну а мы с вами пройдем дальше. Проходя вглубь парка по центральной аллее, мы видим еще один памятник. Этот памятник называется «Победа в Великой Отечественной войне». Его автором стал московский скульптор Чухаркин. И действительно, взглянув на это монументальное произведение, динамика флага дает нам то впечатление победы, борьбы, которое действительно пытался показать нам автор. Здесь мужчины и женщины, которые сражались за то, чтобы мы с вами смогли сегодня увидеть эти красивые цветущие клумбы и пройтись, прогуляться в нашей мирной жизни. Памятник был установлен в 1983 году в честь 40-летия Курской битвы. И сама архитектура Парка Победы очень точно показывает переход от одних событий к другим, поддерживая линию военной ратной славы. И поэтому следующим на нашем пути будет еще один памятник ратной славы. Но уже от общего дела Победы мы перейдем к личностям, которые эту победу вершили. В самом сердце центральной аллеи Парка Победы находится памятник маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Он был установлен здесь 5 августа 1998 года. И если взглянуть на него, то видно, что действительно этот человек был значимым. Его бюст находится гораздо больше естественного размера. Он возвышается и как бы открывает вид на аллею героев. Такая архитектурная композиция Парка позволяет нам понять, что действительно Георгий Константинович, как отец-солдат, взирает на них и на аллею героев. Давайте же подойдем поближе. Аллею героев открыли в 2001 году. На ней находится 21 бюст героям, которые внесли свой вклад в историю Великой Победы. За каждым из этих людей кроется своя неповторимая маленькая история. Но маленькая она не по значению. И мы сегодня познакомимся с несколькими историями этих людей. Мы познакомимся с историей Денисова Вячеслава Николаевича. Это, если взглянуть на его бюст, сразу понятно, что военный моряк. Он был командиром бронекатера и в 43-м году переправлял через Керченский пролив военных. Катер наплыл на водную мину и подорвался. Таким образом, в 43-м году Вячеслав Денисов погиб. Но мы еще познакомимся с одним белгородцем, который также внес свой вклад. Не увидел послевоенного Белгорода еще один коренной белгородец. Это Павел Петрович Зюбин. Он командовал артиллерийским полком, защищая село Сиротино под Витебском. И там погиб. А сейчас мы с вами вышли с аллеи героев на музейную площадь. Это место, в котором музейная площадь как бы сливается с парком Победы. Музейная она называется, поскольку на ней находятся сразу три музея. И начнем мы с вами знакомство с музея диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Этот музей является квинтэссенцией воинской славы в нашем городе. Это здание было построено в 84-м году, достроено в 85-м. И открытие его состоялось в 1987 году. Здание является само по себе уникальным объектом культурной памяти и военной ратной славы. В этом здании находится полотно, которое отражает значимый этап Курской битвы на белгородском направлении. Большая картина, которую, наверное, все белгородцы видели, и гости города ознакомятся с ней в первую очередь, составляет 1000 квадратных метров и угол обзора составляет 230 градусов. Писалась она тремя художниками. Хотя на эскизе можно увидеть, что все-таки этот почерк художника виден. Еще один ровесник музея Диорамы, находящийся рядом с ним, – Фонтан Победы. Он был также открыт, как и Диорама, в 87-м году. Существует легенда, что у него было особое предназначение – быть охлаждающим для кондиционеров музея. Но эту легенду, к сожалению, ничего не подтверждает. Мы так и не знаем, использовался ли он по предназначению первоначальному своему или нет. Но, тем не менее, он был всегда значимым объектом для жителей, и особенно его любили дети. Раньше он выглядел как большой бассейн, в котором внутри были гранитные булыжники. И в жаркие дни особенно дети любили в нем купаться и играть. А сейчас уже реконструированный в 2008 году фонтан «Салют» действительно оснащен современным оборудованием. Более 300 светодиодов подсвечивают его красивые всплески, напоминающие собой всплески фейерверков. И особенно его любят гости города и его жители за то, как на фотографиях красиво отражается перехлест этих всплесков струй и образует в центре настоящее сердце. Чем и заслужил этот фонтан, собственно, свое название «Салют». Следующее здание на музейной площади – это один из первых старейших музей, музей краеведческий. Вот его красивое здание, но он ведь не всегда находился здесь. Несколько раз приходилось ему менять свое месторасположение. Основан он был в 1924 году и с тех пор очень часто путешествовал по центральной части Белгорода. Самое первое его месторасположение находилось на месте Троицкого монастыря. Это место, где сейчас находится пещерка Иосафа Белгородского. После этого он был разграблен во время войны фашистами и его поместили на одной из зданий по улице Фрунзе. После ему пришлось еще путешествовать, и он отправился на место собора, который всем сейчас хорошо знаком. Это Преображенский собор. Ну и, наконец-то, в 1991 году отдельное здание было выстроено, и музей, наконец-то, обрел свое постоянное место жительства на музейной площади в красивом специализированном здании. В этом музее хранится история нашей области, история его географии, история животных и прочее-прочее. Все, с чем стоит познакомиться в первую очередь. Рядом с Краеведческим музеем находится еще один памятный знак. Это, на первый взгляд, совершенно незаметная стелла. Но, тем не менее, приглядевшись, можно увидеть, что на ней находится и табличка, рассказывающая о ее истории. Этот знак называется «Въезжий столб». Один из въезжих столбов, которые были установлены в конце XIX века в память о том, что в Белгороде пребывали особые царских кровей. Считается, что, по легенде, здесь побывала Екатерина II, Александр I и даже говорят, что Петр I посетил наш город. Таких столбов было всего четыре. Вначале они были установлены по улице Попова, которая сейчас является, собственно, Попова. А раньше она была основной артерией города. И городские границы были не особо велики. Поэтому такие стеллы были установлены вот здесь, на своем оригинальном месте, где и стояла историческая стелла. А вторая была напротив нее, как бы обозначая собой въезд в город с южной стороны. Еще два таких столба находились с северной стороны, примерно в районе современного центрального рынка. И показывали о том, что город завершился, и въезд в город с северной стороны. Таким образом можно понять, что наш город был достаточно небольшим в конце 19-го, начале 20-го века. И гости, которые въезжали, могли любоваться вот такими стеллами. Въезжие столбы просуществовали до 30-х годов. После советская власть решила, что они здесь больше не нужны, и, собственно, их разобрали. Современный въезжий столб, уже установленный в 2000-х годах, напоминает нам о том, что все-таки историческое прошлое сохранилось, и мы сейчас можем увидеть, как же на самом деле выглядели эти столбы в конце 19-го, начале 20-го века. Одно из новых зданий музеев – это Белгородский государственный художественный музей. Это здание тоже попутешествовало и не всегда находилось на музейной площади, где сейчас ее украшают. Первое место расположения художественного музея было на Гражданском проспекте, в доме, который построил купец пивоваров. Это здание, где раньше был еще известный белгородцем кинотеатр «Орион». Позже уже было выстроено достойное здание для Большого фонда русского искусства 20-го века, на хранение и экспонирование которого специализируется этот музей. Но нам с вами интересен и внешний облик архитектуры, который представляет собой это великолепное здание. Сделан художественный музей в стиле русского модерна. Русский модерн – это плавные перетекающие линии, красивые витражи, изгибающиеся прутья и стекающие ступени. Это красивые витражи из стекла и железа, из меди и мрамора. Все это можно увидеть в великолепной архитектуре на музейной площади. Мы находимся с вами на площади, которая сейчас носит название Соборной. Но так было не всегда. Соборная площадь ведет свою историю от 1920-х годов. Раньше она называлась Большой. Вообще это было пересечение нескольких улиц, а позже первое название площади – Большая. Существует версия, что в 17 веке она называлась Соборной площадью. Собственно, это название и вернулось к ней в 1921-м. После того, как она называлась Большой, здесь все было, представим на минутку, совершенно не так. Не было ни асфальта даже, ничего. Здесь было сплошное поле. В 1925-м году примерно здесь был небольшой сквер, ходил скот. И, ну, скажем, это место невозможно было назвать действительно центральным. В 1930-х годах стали выделяться деньги и сделали небольшое такое оформление. Сквер стал более светлым. В нем провели в 1937 году свет. И этот сквер назывался Ленинским. По-другому выглядела и часть, где сейчас находится драматический театр имени Щепкина. На этом месте в 1920-х годах находился женский монастырь, Рождество Богородицкий. Об этом свидетельствует один из знаков, установленных на этом месте. Это камень, на котором запечатлено название монастыря. Этот монастырь просуществовал до 1920-х годов работающим. В 1923-м году сюда поселили работников, которые строили железную дорогу. Они жили прямо в монашеских кельях. И здесь было достаточно неуютно. После этого началась революция и следующее название площади – площадь жертв контрреволюции. В результате стачек многие люди погибли и их хоронили прямо в сквере на площади. Где точно он был, доподлинно неизвестно. Но в какой-то момент стало очень много захороненных людей. И три большие могилы решили объединить. Второе название площади – жертв контрреволюции. Затем просто со временем жертв осталось в прошлом, и площадь стала называться площадью революции. Мы сейчас с вами подойдем к знаку и посмотрим, какие же названия здесь отражены. Действительно, вся история названий площади осталась здесь. Вот вначале это была торговая площадь, площадь жертв контрреволюции вот здесь, и жертв революции. И сейчас она называется уже в современном нашем с вами понимании площадь соборная. В 50-х годах на месте монастыря выстраивается театр. И театр действительно стал величественным зданием, хотя академический, драматический, современный театр, который мы с вами хорошо знаем, складывался из колхозно-совхозного театра, который даже во времена войны не прекращал свою работу и работал на площадках, где велись военные действия, где находились лагеря, где базировались солдаты. И театр продолжал гастролировать и поддерживать боевой дух наших солдат. После этого уже во второй половине 20-го века у театра появилось свое здание, красивое, то, которое мы сейчас с вами можем увидеть. И именно в этом здании сейчас творится история современного театрального сообщества Белгорода. Здесь можно посмотреть различные спектакли, и наверняка каждый белгородец хотя бы один раз здесь бывал. Но история Белгорода, особенно на площади, можно сказать, сложилась вся полная картина этого места. Здесь история и духовная, и светская, и, конечно же, военная. Мы с вами можем перевести взгляд немного поодаль от театра. И здесь находится часовня, которая посвящена равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Это совершенно новое здание в рамках истории. Несмотря на это, оно очень хорошо вписалось в городскую архитектуру. Рядом с театром, где раньше находился монастырь, возведено вот такое небольшое духовное сооружение, относящееся к духовной культуре. Это небольшая часовня, несмотря на свой размер небольшой, является символичной по значению. Она сделана из красивого белого камня, привезенного с Урала. Одно из таких зданий, их совершенно немного даже в рамках России. Золотой купол объединяет Россию с Византией. И внутри расписана эта часовня вручную приглашенными мастерами. На центральной части расположен витраж, на котором изображен князь Владимир. Сверху над ним небо, лучи. И он как будто бы воспарил над митрополией и часовней Иосафа Белгородского. Рядом с театром имени Щепкина находится памятник, который установлен Михаилу Семеновичу Щепкину. Театральному деятелю, который внес большой вклад в дело театра и в современное белгородское театральное сообщество. Сейчас есть целый фестиваль, который ознаменован его именем. Театры России Михаилу Щепкину. Памятник этому человеку был установлен к 200-летию его со дня рождения. И раньше этот памятник находился возле Смоленского собора. Но последние 20 лет он ознаменовывает как раз театральную деятельность и находится рядом с храмом искусства театром имени Михаила Семеновича Щепкина. Мы с вами находимся на еще одной из центральных точек Соборной площади. Это братская могила, которая называется «Слава героям». Эта надпись написана на венке, который держит ребенок рядом с матерью. Почему такая большая братская могила и кто в ней похоронен? Мы с вами уже узнали, что площадь называлась «Жертв контрреволюции». Еще со времен начала прошлого века, после революции, здесь хоронили погибших. Ведь площадь всегда находилась в центре внимания и в центре событий. После революции, уже во время Великой Отечественной войны, здесь дохоранивали погибших уже в 1941-1943 годах. И настолько стало много погибших, что из санитарных соображений их похоронили в одну братскую могилу уже после образования Белгородской области, после 1954 года. Это место, конечно, выглядело иначе и собой представляло Стеллу наверху со звездой. Уже в последние 20 лет это место преобразилось и стало выглядеть как большой красивый мемориальный комплекс, который, с одной стороны, обозначен Стеллой, на которой изображен воин, опустивший знамя, а со второй стороны – это рабочий в такой же позиции находящийся. И они отдают дань памяти этим своим поклонам, погибшим и защищавшим Белгород в разные годы, в разных событиях, войнам, людям, жителям, которые здесь остались навсегда. Это место стало памятным знаком, которое в дни Победы, 9 мая и в день освобождения Белгорода, 5 августа, собирает людей, которые приходят отдать дань благодарности за наше светлое будущее, в котором мы можем с вами идти, прогуливаясь по этой красивой площади, и заниматься тем, что нам близко, радоваться жизни. Центральное место, конечно же, на площади занимает Стелла, город воинской славы. Это звание Белгород получил совсем-совсем недавно, но действительно, учитывая историю его еще от 17 века, наш город в разных битвах доказал свое высокое звание города воинской славы. И раньше на этом месте, где сейчас находится знак воинской славы, находился памятник Ленину. Но сейчас он перенесен в другое место, и вот такой красивый памятник, даже скульптурный комплекс украшает центральное место площади. И сейчас мы с вами немножко ближе подойдем, посмотрим, из чего же состоит этот памятник. Весь комплекс занимает высоту 11 метров и 17 метров в ширину. Каждый из четырех пирамид, установленных по периметру, отражает историю Белгорода. На каждой его грани находится рельеф с определенными значимыми точками во времени и привязанными к событиям. Давайте же посмотрим, какие это были события. Первое на нашем пути – это рельеф, обозначающий выбор, где же поставить московскому княжеству города-крепости. Это период второй крепости и начало организации засеченной черты. На следующем рельефе хорошо видна уже карта с оборонительной чертой. Это города-крепости, которые обороняли наш город, нашу область от набегов кочевых племен. И здесь вот видно, как солдат с знаменем стоит напротив служилых людей. И в Белгороде образуется уже военная единица – это Белгородский разряд. И этот рельеф свидетельствует о том, что здесь инфраструктура становилась более развитой и крепость становилась более защищенной. Вот здесь уже воины видны в одеждах и они снабжены оружием. Следующий рельеф – это этап участия белгородцев в Полтавской битве. И здесь Петр I, символически вот так изображен, вручает будущий герб нашего города. Далее мы видим, как на фоне самого старого сооружения, дошедшего до наших дней, это храм, находящийся в Марфомариинской обители. Вот его здесь вид. Люди держат икону Николая Ратного. Эта икона сопутствует и покровительствует всем воинам, которые когда-либо воевали на Белгородчине. И здесь находится единственный из всех 16 рельефов, который не относится к военной истории. На нем изображена императрица Екатерина, которая как бы передает символично знак Иосафу Белгородскому, который после нее, несмотря на то, что между ними был большой временной промежуток, но, скажем так, стал покровителем земли Белгородской. И является знак таким символом передачи эстафеты, покровительства от одной эпохи к другой. И на заднем плане мы здесь можем видеть с вами храмы Белгорода. Это Троицкий монастырь, который не сохранился ныне, и Смоленский собор. Два похожих на первый взгляд, но тем не менее разных полотна. Это воины, уходящие на войну в 1812 году, войну с Наполеоном, и воины, уходящие на войну из Белгорода уже на Первую мировую войну. И здесь мы можем видеть здание вокзала, которое раньше провожало и встречало воинов, как сейчас вокзал провожает уже современных воинов на срочную службу и в другие концы разных стран. И здесь уже время движется вперед, и это уже Великая Отечественная война, отправляющиеся солдаты на войну. Всем известный плакат «Родина, мать зовет», который, наверное, остался в памяти каждого человека, жившего в советскую эпоху. И воины, уходящие на войну на фоне исторического здания, где был госпиталь. Сейчас это одна из гимназий Белгорода. После началась оборона города. И здесь изображен момент, когда уже на войну ушли, но начали оборонять наш город. Это танкисты, которые совершили подвиги при защите города. И здесь даже изображены звезды героев. Эти люди были приставлены к званию Героя Советского Союза. Как бы хорошо не была организована оборона, но тем не менее, все равно городу пришлось пережить период оккупации. Следующий рельеф свидетельствует о периоде оккупации. Это подпольщица, раздающая листовки. Сожжение людей на камышитовом заводе. Это угон людей в Германии. Вот здесь видно немецкий орел, изображен на вагоне. И, конечно же, это партизаны, которые не прекращали действия против захватчиков нашего города. Конечно, это уже освобождение города, бои, танковые сражения уже в городе. То есть городские бои при освобождении Белгорода. Здесь хорошо видно, насколько сильно пострадал город, хотя большие потери он понес позже. Мы переходим к последней стелле, которая рассказывает о истории развития города, о истории событий, которые происходили в разное время здесь. И, конечно, ключевым событием было большое танковое сражение на Прохоровке. Здесь мы видим, как схлестнулись немецкие танки и как схлестнулись советские танки. Об этом свидетельствует здесь значок, звезда это советские означает, и немецкая символика. Рядом расположена карта, ну, скажем, символично, схематично обозначенная этого сражения. И в правом верхнем углу смотрит на это все генерал Ватутин. Как проходило сражение? Действительно, создается полный художественный образ. Карта, где происходило место, как разворачивались действия, и кто следил за этим всем и держал руку на пульсе. 5 августа 1943 года Белгород был освобожден. И этот рельеф свидетельствует об этой точке, что действительно в этот день Москва салютовала. И здесь есть небольшое изображение Кремля и салюта. Как из множества орудий дается салют, как действительно достойному городу, проявившему себя доблестно. Воин, высунувшийся из окна, как на одной из фотографий военного времени. Есть такая фотография, где на Рейхстаге высовывается воин. Здесь это символичный собирательный образ со знаменем, которое развивается. И это является символом победы и будущего, которое ждет всех жителей освобожденного города. На следующем рельефе небольшая статистика о героях, которые сражались в Белгороде. И о тех людях, которые участвовали в боевых действиях. На большом гранитном силобате в центре композиции находится сама огромная колонна, которая является непосредственно стеллой воинской славы. Она сделана из целого куска гранита, который был привезен из Выборгского месторождения вблизи Петербурга. На самом верху находится орел, символ Российской Федерации. С одной стороны взирающий на одну часть карты нашей страны, с другой на южную сторону и на северную. Он изготовлен из бронзы и сверху покрыт позолотой. Общий вес всей этой скульптурной композиции камня более 50 тонн и более 600 килограмм меди. И в 2007 году это звание города воинской славы подарило ему вот такой огромный мемориальный комплекс, на котором можно проследить всю историю от основания Белгорода и до современности, историю его ратной славы. Этот объект является завершающим нашей истории, но каждая история происходит ежедневно. И мы приглашаем вас ознакомиться с ней, пройтись по улицам Белгорода, по его центральной исторической части и взглянуть на неё уже другими глазами, осознавая древность и многозначительность истории, которая нас с вами окружает на каждом шагу. Субтитры создавал DimaTorzok